ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проще говоря. Буррит Донайортиас. А проще говоря, здравствуйте. С вами опять я, Виталий Шахов. Вот полезно иногда бывает сравнить что-то с чем-то. Например, дороги. Нет, я не про две беды России. Что об этом говорить? В нашей республике есть две. Нет, даже три очень умных схемы финансирования и строительства этих самых дорог. Первая была изобретена в 2004 году. Узкому кругу прокуроров она стала известна благодаря депутатскому запросу нашего первого Юра-Лыся, а в то время депутата Госдумы Юрия Спиридонова. Итак, 2004 год. Задолженность республиканского бюджета перед многочисленными подрядчиками автодорожной отрасли составляет более 400 миллионов рублей. Причем большая часть этих долгов не погашала в течение многих месяцев и даже лет. И вдруг, в одно и то же время, руководителям всех этих предприятий-подрядчиков стали поступать предложения об урегулировании в короткий срок проблем с долгами бюджета за откат в размере от 15 до 80% от суммы задолженности. Об этом и сообщил Юрий Спиридонов в письме генеральному прокурору России. Позже выяснилось, что таких фирм-однодневок было несколько. А выкупленные долги стали погашаться исполнительной власти коми с невиданной оперативностью, естественно, в полном объеме. После прокурорского разбирательства никого не посадили. Но таких схем больше не применяли. Поступали проще. Например, в 2008 году никому неведомое в республике Питерское ООО ни с того ни с сего вдруг выиграло конкурс на строительство 38-километрового участка автомобильной дороги в Сосногорском районе от поселка Керки до реки Кабанты-Вис. Фирма была зарегистрирована непосредственно накануне дорогов. Контрольным пакетом владели родственники тогдашнего большого дорожного начальника республики. Эта контора победила хорошо известную в КОМе дорожно-строительную компанию по двум оценочным критериям. Предложила чуть меньшую цену контракта 1 миллиард 557 миллионов рублей. Более сжатые и заведомо невыполнимые строки строительства 20 месяцев. Между тем, участок дороги Керки-Кабанты-Вис так и не был построен. Ни через заявленные 20, ни через 40 месяцев. В 2011 году на эту стройку республика взяла полумиллиардный кредит из федеральной казны. В конце концов, злополученный участок с помпой сдали в эксплуатацию лишь в сентябре 2013 года. Да и то с существенными недоделками. А вот как строится другой участок той же дороги сегодня. Досрочно закончена реконструкция участка этой трассы от Малой Перы до Ирайоля. В самом разгаре строительства отрезка Ирайоль-Каджиром. Работы на ней ведутся на основе концессионного соглашения. Для КОМи это впервые. Да и для всей России такая практика распространенной не является. Говоря простым языком, дорожная концессия это примерно то же самое, что ипотека. Собственник получает желаемый объект в кредит, а потом оплачивает его стоимость несколько лет с процентами. Платить за два участка дороги общей протяженностью порядка 80 километров республика начнет, когда работы полностью завершатся. При этом строителям очень невыгодно экономить на качестве. Дороже обойдется ремонт. Карантийный срок 9 лет. Наш опыт на месте оценил председатель комитета Госдумы Евгений Москвичев. Я думаю, нам удастся решить с Федеральным дорожным агентством вопрос с участком виз Малая Пера с тем, чтобы выделить денежные средства на приведение его в нормативное состояние и обеспечить сквозное круглогодичное движение по этой трассе до Печоры, заявил депутат, пояснив, что этот вопрос желательно решить уже в 2018 году. Позже, общаясь с журналистами, Евгений Москвичев заявил, что дорога, на которую он побывал, однозначно является дорогой федерального значения и, соответственно, должна быть передана на балласт центра. По итогам нашей поездки мы проведем заседание Комитета по транспорту и строительству, потом доложим председателю Госдумы Вячеславу Володину, что надо провести на его уровне совещание с правительством России и принимать решение о том, чтобы кредиты по дорожным концессиям были не выше 5-7%, а не больше 14%, как сейчас. Второе. Мы должны видеть, какие дороги в регионе необходимо построить и добиваться, чтобы их строили вне зависимости от бюджета этого региона. И поручение президента России о приведении региональных дорог в порядок к 2021 году в таком случае будет куда более выполнимым. Думаю, проще и не скажешь. Одессе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин